Всем привет дорогие друзья, меня зовут Ира, мы с вами сегодня в полудомашней обстановке, где я в халате, сейчас утро и я буду рассказывать вам про свой уход за лицом в зимнее время. Чем я пользуюсь, какие продукты считаю эффективными и что вообще меняется в моем уходе зимой. Если вы хотите знать больше о том, какие баночки я люблю, что советую, то добавляйтесь в мой телеграм-канал, чтобы отслеживать мои полезные обзоры на косметику. В холодное время года у меня есть три основных правила или три основных пункта, на которые я делаю ставку. Конечно же, хорошее увлажнение кожи, отшелушивание, вот холодное зимнее время года, осень-зима, это идеальное время сбросить старую шкурку и конечно же все различные отшелушивающие процедуры, пилинги дома или у косметологов в холодное время становятся очень актуальны. Это тот момент, когда вы можете благополучно выровнять рельеф вашего лица, выровнять цвет и тон лица. И разумеется, в холодное время года как нельзя актуально бережное очищение кожи. О бережном мягком очищении я говорю уже много лет, я постоянно к этому призываю и конечно же холодный сезон это тот самый момент, когда также очень важно позаботиться о том, чтобы очищение было мягким и деликатным. Давайте перейдем от слов к делу, начнем с увлажнения кожи и первое, что я здесь покажу, это увлажняющий крем. Конечно же, в зимнее время года сложно обойтись без увлажняющих средств и в моем случае отличным продуктом для увлажнения кожи стал крем с про и пребиотиками от бренда Icon Skin. Icon Skin я вообще для себя открыла 2 года назад, это великолепный бренд, мне кажется все, что я могла бы там купить, мне бы абсолютно все подошло. Отличные составы, оптимальное соотношение цена-качество и данный крем меня как раз таки подкупил в составе про и пребиотиками. Если я буду сравнивать свои увлажняющие средства зимой и летом, то конечно же зимой консистенция кремов будет более насыщенная, более классическая кремовая. Я не использую в зимнее время питательные кремы, но очень часто я начинаю, так как я обладательница кожи, склонная к жирности, я начинаю использовать кремы увлажняющие, которые предназначены для нормальной и сухой кожи. И мне это отлично подходит, это на мне работает, никаких проблем это не вызывает, главное, чтобы состав был оптимальным, чтобы не было никаких комедогенных компонентов. И вот в случае с Icon Skin этот крем как раз таки предназначен для кожи нормальной и склонной к сухости, но мне, обладательнице кожи жирной и проблемной, он идеально подошел. Самый главный приятный бонус этого крема, это конечно же про и пребиотики в составе, которые помогают поддерживать здоровье нашей кожи, наше здоровье непосредственно связано с микробиомом, то есть с организмами, которые находятся на поверхности и защищают нашу кожу. И при этом в его составе есть церамиды, которые очень взаимосвязаны с как раз таки здоровым эпидермальным барьером, если он нарушен, то эти церамиды позволяют его восстанавливать и в том числе поддерживают его здоровое состояние. Для меня самое главное это здоровье кожи. Понятно, что здоровье кожи не заканчивается лишь только на баночках и здесь очень важен образ жизни, психосоматические моменты, но если мы говорим про средства, которые я выбираю, то это всегда продукты, которые как раз таки стремятся позаботиться о здоровье нашей кожи. Также из этой же линейки Rebiom от бренда Icon Skin мне очень понравился тоник, я его использую ситуативно, то есть не могу сказать, что использую его каждый раз, использую его в нескольких случаях. Первый вариант применения. Когда я делаю макияж и хочу, чтобы моя кожа выглядела очень увлажненной и тональный крем ложился на лицо, ну вот прям шедеврально, красиво, очень естественно и натурально, я беру ватный диск, хорошенько пропитываю его тоником и легкими круговыми движениями прохожусь по поверхности своего лица. И второй способ использования этого тоника, если после умывания я чувствую стянутость, а в зимнее время года это явление сопровождает меня часто, несмотря на то, что кожа жирная, она может становиться обезвоженной. То есть состояние кожи не равно ее тип. Один и тот же тип жирный может быть как очень жирным, так и обезвоженным и практически ощущаться как сухим. Поэтому если я чувствую после умывания стянутость, я использую этот тоник, он позволяет успокаивать кожу, увлажнять ее, как я уже и сказала. Даже если после я не буду наносить никакие кремы, сыворотки, маски, а лишь только воспользуюсь тоником, протру лицо после умывания, то ощущение комфортное наступает мгновенно. В зимнее время года тоники меня спасают. И вот этот от Rebiom, точнее от Icon Skin Rebiom, он просто потрясающий. Если вы захотите познакомиться с продукцией бренда Icon Skin или с теми средствами, которые я, например, вам рекомендую, то вы можете воспользоваться промокодом на озоне, то есть заказать Icon Skin на озон. По промокоду Beauty Winter вы получите скидку 15%. Промокод будет работать до конца января, вводите его в корзине и получаете минус 15% на свои покупки. Я эти два средства вам дико рекомендую. Не заканчиваем говорить о увлажнении кожи. Здесь обязательно я использую в зимнее время года сыворотку с гиалуроновой кислотой. У меня их было очень много разных, и я, мне кажется, в разное время советовала разные продукты на разный кошелек. Но мне кажется, это и хорошо, потому что каждый сможет найти что-то для себя. Сейчас конкретно я активно использую сыворотки бренда Le Roche-Posay. У меня есть их сыворотка с витамином С, которую я хвалю уже 2 или 2,5 года подряд. И вот здесь еще одно мое открытие, хотя эта сыворотка на рынке давно, но я вот с ней познакомилась как раз-таки в начале прошлого года. Мне очень нравится, как она работает, и я заметила, что уже через 5-6 дней регулярного использования этой сыворотки моя кожа выглядит так, как будто бы я высыпаюсь. Мне кажется, это самый лучший комплимент, который можно получить. Для меня это однозначно маркер того, что я выгляжу хорошо. И вот с этой сывороткой у меня получается этого эффекта достичь. Я не знаю, в чем магия, но кожа, она прям как будто бы, знаете, расправляется. Вот цветок распускается, и ваша кожа с этой сывороткой как будто бы распускается. Моя кожа с этой сывороткой как будто бы распускается. Мне очень нравится этот эффект. Поэтому я даже не знаю, какая это банка по счету. Потрясающая вещь. Ее можно купить в аптеках или заказать, опять же, на каких-то маркетплейсах. Кстати, маленький лайфхак. Если вы хотите, чтобы все увлажняющие средства сработали вот на пределе своих возможностей, наносите тоник, то есть протираете лицо тоником. Не дожидаясь впитывания тоника, наносите пипеткой несколько капель сыворотки, даете ей подвпитаться, и после этого наносите крем. Если вы на слегка влажное лицо нанесете сыворотку с гиалуроновой кислотой, это будет работать лучше. Кстати, важный момент, да, вот многие не понимают, в какой момент включать сыворотку. Сыворотка наносится после тоника, но перед кремом. То есть она вот здесь вот так вот посерединке. В зимнее время года я фанат масок для лица. Я регулярно использую различные тканевые маски. У меня, конечно же, есть любимые. И в данном сезоне это маска бренда Rare Parish. Мне нравятся желтая и розовая. Для меня это две любимые. Конечно же, я оценила вот эти популярные сейчас маски тканевые бренда Darling. И ничего плохого про них сказать не могу, только хорошее. То есть несмотря на то, что они такие распиаренные, они везде, во всех социальных сетях нашей страны, но они реально работают. То есть они дают красивое увлажнение, красивое свечение. Очень хорошо подходит как такой, знаете, экспресс-метод сделать кожу красивой перед мероприятием. То есть когда вы берете маску, делаете маску, может быть там что-нибудь помассируете себе и выглядите как конфетка. И чаще всего в моих социальных сетях, в моем телеграм-канале на мне вы видите именно эти маски. Это мои самые любимые. Тканевые маски для моей кожи, склонной к жирности, это идеальный вариант. Они мне подходят лучше и больше всего. Хотя я пробовала много различных увлажняющих кремовых масок, но в большинстве случаев я сталкиваюсь с одной самой неприятной проблемой. Это забитые поры, то есть закрытые комедоны, которые приходится потом пытаться как-то свести на нет, использовать специальные средства в уходе, чтобы ускорить этот процесс очищения кожи. В общем, я перестала в последнее время экспериментировать с кремовыми масками, потому что хорошее состояние кожи мне важнее. И осталась верна к тканевым маскам, которые дают увлажняющий эффект и при этом ничего не забивают в моем случае. С увлажнением кожи мы закончили. Отшелушивание. Отшелушивание очень интересный этап. Я знаю, что многие интересуются темой пилингов, как их правильно делать. И я делаю пилинги в домашних условиях. Я была несколько раз у косметолога, но я не могу сказать, что меня прям впечатлило. Какие-то сильные прям пилинги высокой концентрации мне бы не хотелось использовать. Я не вижу в этом необходимости. Но дело в том, что посоветовать конкретный пилинг, конкретную марку и бренд, я не могу, я не могу брать на себя такую ответственность. Я не дерматолог, не дерматолог-косметолог. Если вы хотите получить результат от пилингов и пройти какой-то курс, вы можете, конечно же, во-первых, прийти к косметологу, который подберет для вас, исходя из вашей кожи, оптимальное количество процедур, составы и все прочее, все вам сделает. Либо вы можете самостоятельно изучать эту тему, как когда-то я, какие бывают кислоты, какие кислоты подходят для какой кожи, в какой концентрации, что важно при покупке, при выборе этих кислот, этих пилингов для домашнего использования. И, соответственно, изучив эту тему, то есть важно понимать, что нужно брать на себя ответственность за свою кожу, за свое лицо, изучить глубинно эту тему и потом это внедрять в свой уход дома. Все-таки я могу вас здесь порадовать полезной информацией по поводу отшелушивания. Есть варианты не только кислот, но и мягкого отшелушивания. Под мягким отшелушиванием у нас подразумевается три продукта обычно. Это пилинг-скатка, это энзимная пудра на основе энзимов и это также непосредственно что-то еще, я забыла. Так, это крем, это крем для глубокого очищения, сама его использую, сама про него забыла. У всех этих продуктов, которые я сейчас перечислила, одна миссия. Они не травмируют как-то кожу, то есть, по сути, вот кислотный пилинг, он как будто бы поджигает верхний слой, тем самым стимулирует обновление, старая кожа сходит, новая появляется, клетки делятся. В данном случае, это очень утрировано, конечно, в данном случае продукты вот такие более щадящие, они убирают уже отмершие клеточки, то есть, наша кожа постоянно находится в стадии обновления. Этот процесс, он нескончаемый, по большому счету, просто с возрастом этот процесс замедляется. То есть, общими словами, можно сказать, что это более глубокое очищение кожи, то есть, не просто косметику смыть или какую-то поверхностную грязь, а вот прям как бы подрастворить сверху вот эти отмершие клеточки, всю эту грязь, жир и все, что там накапливается. И вот, по большому счету, раз в неделю, когда вы это делаете, вы не только убираете отмершие клетки, но вы в том числе за счет состава этих продуктов стимулируете кожу на обновление. Но это не такое обновление, как после кислотного пилинга, когда ты сделал и в течение недели-двух начинаешь видеть сразу результат. Здесь он более отложенный. То есть, если вы регулярно используете такой продукт, например, энзимную пудру для умывания, вы заметите результат через 2-3 месяца первый. То есть, это медленно, но работает. Если вы зимой сталкиваетесь с проблемами шелушений, то есть, вы делаете макияж и видите какие-то шелушинки на своем лице, то вот как раз-таки эти продукты, пилинг-скатка, пилинг-пудра или крем для глубокого очищения кожи отлично подойдут, чтобы эти шелушения убрать. То есть, вы сделаете раз в неделю, например, эту процедуру, и шелушений не будет. И косметика, тональный крем, консилеры, все будет ложиться лучше, приятнее и красивее будет смотреться. И когда вы начинаете делать это на регулярной основе, то есть, вот как в спортзал мы приходим, если ты хочешь получить результат, ты должен это делать несколько раз в неделю, чтобы этот результат увидеть. Если ты один раз в год туда пришел, ничего особо в твоей фигуре не поменяется. И вот здесь то же самое. Только методично, регулярно, постоянная дисциплина в этом вопросе со временем даст результат, и вы увидите более ровный цвет лица. То есть, кожа, тон кожи будет выравниваться выравниваться благодаря вот этому этапу вашего ухода. Как я уже сказала, я использую крем для глубокого очищения кожи. Это бренд Satis. Он называется Deskva Cream. Он настолько приятно, дорого пахнет, как-то роскошно. Причем не химозеный. Вот бывают иногда средства, которые как будто бы туда деколон какой-то дешевый залили, и ты даже не можешь этим пользоваться. Отвратительно. Здесь вот именно момент расслабления. Мне кажется, что какие-то натуральные ингредиенты, компоненты задействованы, чтобы получить такой аромат потрясающий. Когда я его использую, все, я просто отключаюсь, я летаю, я в раю. Купить его в России у нас в открытом доступе довольно трудно. Здесь лучше всего обратиться к косметологам при каких-то салонах, или, может быть, косметолог марки, и непосредственно приобрести вот так напрямую. И есть у него существенный минус. Это цена. Цена кусается, и это не бюджетное средство, не очень доступное средство, но работает очень круто. То есть дает вот это гладкое ощущение глубокой чистоты. Использовать лучше всего не чаще одного раза в неделю, а в некоторых случаях достаточно будет один раз в две недели. Если мы говорим про более доступное средство, то открытие, которое я сделала в одном из своих любимых магазинов, это вкусвилл. У них есть пудра для умывания. Как раз таки энзимная пудра. Это такой порошок, который вы наносите, смачиваете водой, растираете и вспениваете на лице. Он... Куда мне теперь это деть? Я не знаю, зачем я все время высыпаю, и потом думаю, что мне с этим сделать. Принцип действия. Это вот как раз таки это отшелушивание, про которое мы только что поговорили. Энзимная пудра наносится и работает в большинстве брендов одинаково. То есть принцип, что вы высыпаете, смачиваете, взмыливаете, оставляете на 30-60 секунд. Я ранее, года два назад, рекомендовала вам также энзимную пудру для умывания у бренда Sensai. Мне до сих пор нравится этот продукт. Просто если вы ищете что-то новое или что-то доступное, то присмотритесь к вкусу Вилл. Ну и то, о чем мы с вами еще не поговорили, это, конечно же, мягкое очищение кожи. Для меня мягкое очищение, это вообще самый главный этап моего ухода и зимой, и летом. Я не изменяю этому способу. Я давно отказалась от умывания до скрипа, хотя раньше, признаюсь, я думала, что в этом истина. Я не буду сейчас затягивать эту тему, потому что в целом я уже раскрывала этот момент в своих видео. Сегодня я вам посоветую очищающую мягкую пенку у бренда Icon Skin. То есть вы тоже можете, кстати, получить на нее промокод на зоне. Это уже линейка не Rebiom, которую я показывала вам в начале. Это другая линейка, которая называется Dermatherapy. То есть это какие-то средства у них вышли, которые подходят вообще абсолютно всем типам кожи. Для меня она идеальна. Я раньше покупала похожие средства у более дорогих брендов, а сейчас понимаю, что нет смысла переплачивать. Этот продукт меня полностью устраивает. Нет отдушек, мягкие формулы и нет никакого ощущения стянутости, нет нарушения функций моей кожи после умывания. Максимальный комфорт. Здесь есть пантенол, поэтому данная пенка даже смягчает, я бы сказала, и заживляет кожу лица. Я не знаю, кому она может не подойти. Отличный рабочий продукт для здоровой кожи. Вообще, я сейчас понимаю, что, наверное, мне стоит попробовать всю линейку бренда Dermatherapy. И я, кажется, знаю, кто воспользуется промокодом, который был вообще предназначен для вас. Но я тоже что-нибудь куплю. Напишите, какие у вас есть фавориты у бренда Icon Skin. Так как у нас есть промокод Beauty Winter до конца января, я думаю, что многим будет интересно почитать в комментариях, что стоит попробовать у этого бренда. Мне, кстати, нравятся их пилинги. Но, как я и сказала, про пилинги конкретные рекомендации я давать не буду. Вы можете изучить эту тему и подобрать что-то себе. И вот я, наверное, еще возьму что-то из этой линейки, которая вся без отдушек, вся такая естественная для нашей кожи. Пишите свои фавориты. Я что-нибудь тоже себе по вашим рекомендациям куплю попробовать. Бренд потрясающий. Все, мы с вами закончили. Это мои секреты ухода зимой. То, что я делаю. То, что на мне работает. Чем бы я могла с вами поделиться. Никаких зелий, никаких магических заклинаний, а простые, понятные продукты. Надеюсь, это видео будет для вас полезным и интересным. Вы что-то новое для себя откроете. Ссылку на мой телеграм-канал я оставлю в описании под этим видео. Там же я напишу промокод, который будет работать на озоне на бренд Icon Skin. Все ссылки на продукты я также оставлю в описании под этим видео с их названиями. Мы с вами встретимся в следующих моих уроках по макияжу. До скорой встречи и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok